Я помню, кстати, вот ваше участие в очень таком пафосном по подаче проекты с Алексеем Чумаковым. Да-да-да, вы имеете ввиду «Успеть до полуночи»? Да, да, вы вели, как-то он быстро закончился, хотя шел в... Мое личное мнение, мнений было действительно очень много касательно этой программы, я могу вспомнить великого Стивена Фрая, у которого была очень похожа, во всяком случае, программа. Во-первых, такие программы, надо сказать, откровенно не для Первого канала. Позиционирование этого проекта как эксклюзивного, безусловно, имело под собой определенную почву. И плюс ко всему, процентов, наверное, 30 артистов, которые оказывались за столами участников, были странными персонажами для этой программы. Потому что если этот проект ориентирован на публику думающую, умеющую, так скажем, шутить и воспринимать юмор, который касается и политики, и, значит, социальной сферы и так далее, ну, есть некоторые артисты, которые не способны встать в один ряд с теми, кто априори уже воспринимается абсолютно адекватно в этой связи. Поэтому не могут попсовые, вот махровые попсовые персонажи сидеть и шутить про министра Лаврова или Ангела Меркель. То, что называется шутка юмора, вообще вам очень близко. Вы почему-то, кстати, я обратил внимание, с утра просматривал беседы разные ваши, вы очень не любите, что вас ассоциировали с тем, что вы называете комедийным проектом. И мне кажется, это такая чудовищная неблагодарность, потому что прославился Тимур Родригес благодаря вот комедийному проекту. Я понимаю, к чему вы клоните, но в данной ситуации я не то, что злюсь на это, просто это осталось в прошлом, и это, так скажем... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Более 24. Пристрастно, но без сарказмы. Продолжение следует...